Району по вездеходу в Северный и Арктический Улус и Якутии отправят 10 единиц вездеходной техники. Церемония передачи транспорта состоялась сегодня в Якутске. Отметим, что в прошлом году Минтрансреспублики закупил более 20 вездеходов на 80 миллионов рублей. Насколько вездепроходящий транспорт готов к нашим экстремальным условиям, узнавал Александр Лысак. Новые 10 вездеходов, которые сегодня передали Северным и Арктическим районам, это не первая партия. Только в прошлом году 13 единиц техники уже обрели своих хозяев. Летом муниципалитеты получили пассажирские катеры. При покупке вездеходов в республиканском Минтрансе учитывали потребность конкретного района. Отметим, что новая техника полностью переходит на баланс местных администраций. Не на слегах, чтобы эксплуатировали, не главы на слегов эти техники эксплуатировали, а именно глава района. Сам лично занимался, потому что у него есть финансовые возможности, есть и предприятия соответствующие, специализированные. Новенькие вездеходы отправят в несколько отдаленных районов, в том числе Устьянский, Алаховский и Верхоянский. Руководители районов подчеркивают, техника поможет наладить транспортное сообщение между поселками. Для жителей северных районов транспортная доступность от населенных пунктов до районных центров – это проблема номер один. Сейчас пока автозимник существует, действует, но с 20 апреля автозимник закрывается и начинается до вылета вертолетов, воздушных судов – проблема номер один. Вездеходы выпущены на заводе транспортных машин в Нижнем Новгороде. У предприятия имеется собственное конструкторское бюро. С каждым заказчиком они работают индивидуально, учитывая все пожелания. Производители отмечают, что вездеходы адаптированы к суровым условиям Якутии, в том числе и к сильным морозам. Например, на этих болотоходах ветлуга доработано внешнее покрытие, а также установлены двойные стеклопакеты. Гарантия на новые вездеходы составляет один год или 5000 километров пути. По словам руководства завода-производителя, это минимальный срок. Как правило, мы ведем работу постоянно с водителями, с механиками. Зачастую гарантию мы продляем, исходя из конкретных условий. Помогаем запчастями, расходными материалами. Зачастую это делается, в общем-то, бесплатно. В этом году республиканские власти продолжат покупку вездеходной техники для северных и арктических районов. В Минтрансе Якутии уже готовят документы для приобретения еще семи вездеходов. Александр Лысак, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.